6 марта 1790 года Джон Гринвуд, личный зубной врач Джорджа Вашингтона, изобрел стоматологический бор. Сегодня, конечно, этот инструмент разительно отличается от того первого, но именно этот день стал отмечаться как день зубного врача. Но сегодня с бором в руках мы встретили не просто зубного врача, к которому относятся специалисты со средним образованием, а врача-стоматолога Ольгу Куприянову. Молодой, но уже опытный доктор Ольга Владимировна считает важное дело лечения детских зубов своим призванием. Реализуюсь здесь как человек, как врач, как в прошлом тоже театральные как бы были у меня такие позывы, вот, семья музыкальная, поэтому все тут, все в дело уходит. То сказку расскажет, то песенку споет. С каждым маленьким пациентом она легко находит общий язык и уговорит лечиться, ведь это, как известно, не всегда приятно и безболезненно. Еще один разочек придешь, хорошо, Мирослава? После 10 минут героического нахождения в стоматологическом кресле награда. Можно выбрать любую игрушку на выбор. Мирослава в свои три года здесь постоянный клиент. Сама пока складно рассказывать не умеет, за нее это делает мама. Очень хороший персонал, дружелюбный, всегда очень отзывчивый, всегда примут с улыбкой и с распиртым объятием. Мы здесь не первый раз, да? Да, мы не первый раз и не боимся вообще стоматологов. Доктора говорят, современные родители и дети считают важным иметь здоровые зубы. Чтобы для рыбок и чтобы есть. Кстати, еще один важный доктор – ортодонт. В его власти сделать зубы ребенка ровными, прикус правильным. Сейчас все хотят проходить ортодонтическое лечение. Если раньше на это все так как-то смотрели со стороны, думали, что вот мы так жили и дети наши так проживут, то сейчас, конечно, родители очень крепко к этому относятся. В целом в детской стоматологии сегодня трудится очень слаженный женский коллектив профессионалов. И выполняют они одну большую задачу. Работа с детьми требует особых навыков. Не только профессиональных навыков, но и личного отношения. Личного отношения к детям, добродушного отношения. Нужно уметь настроить не только детей на прием, но и их родителей. Работать с родителями. И поэтому сделать так, чтобы ребенок в следующий раз, не боясь, пришел охотно на прием. Здоровая улыбка важна. И важно научиться заботиться о зубах с детства. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.